Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Вот горстюня, это вот так, смотри, ой, хватит, моя горстюня, а что еще нам нужно найти здесь, это вот так, нам нужны креветочки, нам нужны мидии, хватит, мы же не на флот готовим, мало ли, дальше, да, идем, так, конечно, а как же, мидии, мясо мидии подойдет, без коробок, без коробок, со льдом, дальше осьминоги, Осьминоги, отлично, но это щупальца, не целая, это немножко, а щупальца, берем, да, хотя здесь есть даже целый, еще кладезь, а давайте еще возьмем семги чуть-чуть, да, чуть дальше, семушка у нас вот здесь, я предлагаю взять сразу вот чищенную, есть стеки, которые без кожи, на косточке, это будет очень удобно, класс, моя реклама удалась, Так, и вот теперь у нас все готово, в чем мы будем, это должен быть соус, я не знаю, там сметанка, сметана, или не сливки, сметана, сметана, так сметана, Пожалуйста, проходим, Иван, дальше, сметана какая, 20, 15, 10% жирнючая, 20, жирнючая, это 20, так, это 15 у нас, чуть дальше, в принципе, она тоже пойдет, 15 пойдет, ну все, взяли, пошли, Очень вкусно, очень, маслица, или оно нам в притче не нужно будет? Маслицом, 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 сливочное, или? Сливочное, берем, пожалуйста, да, пожалуйста, гулять-то гулять, правильно, мазать, бутерброд так мазать, и кроме того, оливковое, растительное, подсолнечное, что? Солнечное, да, пенированное, хорошее масло. Поворачиваем вот сюда, и идем к маслу. Вопрос по сегодняшнему времени, уже позади школа, позади институт, позади первые впечатления? Училище культуры. Да, училище культуры, мое любимое училище, которое учило меня всем. Мое любимое училище, мое любимое училище, да, масло, кстати, какое будем брать? А я думаю, какое-нибудь забростецкое, потому что... Оведов. Да и берем. Оливковое есть, кукурузное есть, а мы берем обычное, да? Обычное, да. Милора, подсолнечное. Без вопросов, можно совсем чуть-чуть. Ну все, вот как удобно, когда гость высок. Раз, из самой высокой полки масло уже в корзинке, правильно? Ну я не совсем не особо. Мне нужны будут оливки. Оливонькие. Вот оливки находятся, по-моему, по правой. Куда, кстати, вот они, разнообразные. Мне нужны без косточек. Без косточек вкусненькие. Черные маслины, да-да-да-да, с косточками, без косточек. Вот эти, да. Все, взяла, но они маленькие, поэтому я беру вот так. Так. Красота однако, да? Кстати, а нам понадобится такой изыск, если уж это китайское блюдо, как имбирь? Даже, 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 да. Отлично. Потому что корень имбиря находится у меня в шкафчике. Угу. Да. Или нужен был какой-то другой. Может быть, нарезанный сразу, нет? Его нужно на телке чуть-чуть совсем. Несколько грамм. Сейчас готова. Я готова потереть имбирь для вас. Нужен черный перец. Так, черный перец это у нас есть в студии. Соль. Дальше. Есть в студии. Есть в студии. Ну, в принципе, я думаю, макароны осталось здесь. К макаронам, пожалуйста. А мне рыбка нужна будет. А какие именно макароны нам понадобятся? Ну, я думаю, обычные. То, что мы находим у себя в холодильнике. В холодильнике, опять же, да. И в шкафчике с макаронами. Ну, представляешь, гастрольный уже артист. А в преддверии Нового года, может, какие-нибудь финтифлюшечки, нет? Финтифлюшечки, да? Да. Ну, кстати, почему бы не зафинтифлюшить? Берем. На елку мы, конечно, не будем. Вот такие финтифлюшечки. Так, ну это да, спагетти. Спагетти, да. С них будем. Нет? Еще вариант. Вот такие, да? А, Бонечка, а мы что, все вместе будем ракушить? Не, мы будем по чуть-чуть. Я же рассказываю тебе историю из жизни. Создаются невероятные моменты. Так, вот эту семганом нужна. Малосоленую, вкусную. Берем. Девочки, будьте добры. Нам кусочка три. Вот этой вкуснятиной. Красивые кусочки, да? Как раз для Нового года. Что? Ты сказать не можешь, да? Не дитируешь? У меня просто... Ням-ням-ням, да? Ням-ням-ням напал. Так, проверяем. Нужные продукты. У меня семга, оливки, лимон есть, помидорки есть. Зелень тоже мне подойдет. Ну, собственно, все. Теперь, что нужно тебе? Так, то, что у меня. Три вида макарон. Раз сыр. Яблок. Так, морепродукты. Это у нас оцени ножки, чудесные мидии и креветки. Рыбка. Правильно все? Угу. Нет, ну все, мы тогда все взяли, правильно? Соевый соус, не беспокойся, есть у меня в студии большая бутыль. Хорошо. Бутыль прямо. И миндаль, орешки. У меня есть. Тоже есть? Да, да, да. Перчик черный. Есть, соль есть и даже корень имбиря. Который я сама потру. Друзья мои, спешим пробовать нечто вкусное от Ивана Степанова. Да, он плохого не посоветует. Да? Иван Степанов в программе о вкусах не спорят с Чунга-Чанга. Правильно? Да, да, да. С этого именно острова? Ну, с островом островом. Однозначно. А где же он бы отсутствовал все это время? Это два года, по-моему, не было, да? Да. Да, вот было такое. Итак, мои дорогие, я Татьяна Панченко, он Иван Степанов со своим саксофоном, собственно, а я с продуктами наперебес. Ждем вас здесь на моей импровизированной кухне. Почему импровизированной? Нормальной, хорошей кухней, собственно, на которой будем готовить вкуснейшие блюда от Ивана Степанова. Итак, я готовлю сегодня, внимание, семгу. А, семгу с помидорками черри, вкусными оливками, лимончиком, ну, это для новогоднего стола, импровизацией. Ну, и зелень, естественно. Он, Иван Степанов, готовит сегодня, как это называется? Ну, давайте, скажем так, назовем макароновый микс с моими продуктами. По-степановски? По-степановски. Ну, вот так увидите на прилавках магазина, берите обязательно. Так, и в него у нас входит семга свежая. Дальше вот они. Тут осьминоги, мидии, креветки. И, собственно, вот самое интересное. Смотрите, три вида макарон. Внимание. Я понимаю, что это просто они не дают, хотя вкус тоже дают, да, разный? Да, это разная мука, во-первых. Во-вторых, это разная форма. Это интересно потреблять. Сметана нам для чего? Вот у меня был вопрос. Сметана нам для чего? А, для соуса, да, вот как раз? Соус, мой продукт. Да? Угу. Ну что, я готова. Вот смотрите, я... Это мой нож. Сметана и укроп нейтрализуем. Спасибо, я-то скажу. Что? Излишние запахи от мидии и осьминожка. Осьминожка. Вот эти осьминожки. С новым годом осьминожки. Ну что, начинаем? Что делаем? Что мы делаем? Ну давайте мы просто взвозьмемся за лук. Пожалуйста. А пока мы можем же включить сковороды или нет? Водичку, да, Гри? Хорошо. Будет готовиться так, Таня. Мы готовим морепродукты. Так. В воде варим. Угу. А потом достаем оттуда морепродукты, вот я же водичку приготовим макарошки. Серьезно? Угу. Ты всегда в шоке. Ну, в смысле, я удивлена. Удивлена. У меня вопрос. Вы знаете, почему я беспрекословно сегодня слушаю Семена Степанова? У меня есть вопрос. Как потомственный военный мог стать музыкантом? Как дед это допустил вообще? Слушай, ну, я тебе скажу, что у меня... Пока работаю, работаю, работаю. Два деда. Можно мой, но ж, конечно, зайдем. А дедуня у меня, значит, вояка. Угу. А второй был тоже вояка, но он был еще и, знаете ли, политиком, литератором, краеведом и великолепным музыкантом. Да, серьезно? А как он занимается? Он обладавшим независимыми способностями, он играл над всем. Ну как это? Да, это правда. И какое-то время даже он был дед, прям, дворца культуры. Он играл великолепно на балалайке, это я помню с детства. Кстати, мой первый инструмент балалайка был в детстве, в лет 5, наверное. Я помню, тет, трень бренин большим пальцем. Вот, и он играл здорово на китайском, и стройная филами популярная в их возрасте. И очень классно пел, но больше всего мне нравится, который он играл на баяне. Кстати, после того, как я закончил уже все свои лечебные процессы, я в первой руке взял баян, и я понял, что надо было брать его изначально. Мой мастер по саксофону мне сказал, что у каждого человека есть свой инструмент, который ему дается легко и сразу. Это был баян? Это был баян. И когда я себя ощутил за праздничным столом дома, как у нас по традиции бывает, собирается вся семья, и по сиделке превращается в попелки. Потому что у меня половина семьи имеет хоровое образование, музыкальное среднее образование, и мы поем на 5-9 голосов в семье. Это классно. Однажды у нас, помню, был маленький день рождения. Дальше что? Мы собрались в Вишневом саду весной 23 мая, и соседи вокруг просто сидели вот так вот на лавочках, вот так вот на этих вот на аллейке, просто слушали, как мы поем. Дед очень круто играл на баяне, а семья пела на несколько лазов. В свете всех перипетий все-таки мама-то хотела, чтобы ты кем стал? Знаешь... Тоже директором ресторана? Я думаю, мать у меня вот, она как раз демократичный человек, как она нам представляла вообще свободу выбора с братом. Лучше не так делать. Я думаю, нам надо бы ее как-то отделить, да? Да, а я же сейчас... Ибо она рыба. Вот так, да-да, вот так. Ибо моя. Да-да-да, вот так. Мы тебя отделиваем сейчас. Слушай, у меня прям невероятно получается. Где был два года? В творческом плоске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова